Ты все еще превозносишься над моим народом, не хочешь его отпустить. Завтра в этот же час я обрушу на Египет такой страшный град, какого не бывало с тех пор, как стоит Египет. Те из фараоновых вельмож, кто испугался слов Господа, спрятали своих рабов и скот под кров. А те, кто не обратил внимания на слова Господа, оставили и рабов и скот под открытым небом. Господь велел Моисею, воздень руку к небу, и на землю египетскую обрушится град. Он побьет по всему Египту и людей, и скот, и траву. Простер Моисей посох к небу, и Господь послал на землю гром и град и молнии. На всю страну египетскую Господь обрушил град. Падал град, молнии сверкали. Такого сильного града еще не видал народ египетский. По всему Египту град побил все, что было под открытым небом. И людей, и скот, и траву, и даже деревья поломал. Только в земле Гошин не было града. Там жили сыны Израилева. Фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им. «Я виноват. Господь прав, а я и мой народ, мы не правы. Попросите Господа. Довольно уже этого страшного грома и града. Я вас отпускаю. Идите». Моисей ответил ему. «Когда я выйду из города, я воздену руки к Господу. И тут же гром стихнет, и град прекратится. Это чтобы ты знал, что хозяин земли – Господь. Но я вижу, что и ты, и твои вельможи, вы все еще не боитесь Господа Бога. Лен и ячмень были побиты градом, потому что ячмень уже колосился, а лен цвел. Но пшеница и полба не пострадали. Это поздние злаки. Оставил Моисей фараона, вышел из города, воздел руки к Господу. Тут же гром и град прекратились, и перестал лить дождь. Но едва фараон увидел, что дождь, град и гром прекратились, он вновь принялся за свое. Снова стал упрямиться вместе со своими вельможами. По-прежнему упорствовал фараон. Не отпустил он сынов Израилевых, как и предсказывал Господь через Моисея.